добрый день дорогие мои друзья сегодня собралась сделать наверное видео 3 с приобретениями и я считаю что просто с вещами которые встречаются очень крайне редко и у слада для души скажем так да то есть мои находки которые для нас приготовили люди которые помогают нам находить эти вещи мы буквально вот два-три дня ездили путешествовали и заодно заезжали и приобретали эти вещи дело в том что каждая вещь меня всегда исправляют по-своему уникально потому что ну конечно может быть это серийный выпуск но я хочу сказать что им больше 80 50 больше ста лет и вещи эти уже остались по одной по две ну марш максимум может быть 20 до скажем потому что фарфор бьется современные люди не относятся бережно к этим вещам молодежь и поэтому я говорю всегда что эти вещь вещи сейчас уникальны ну давайте меньше болтовни начнем такого прекрасного блюда которое размером 30 сантиметров прекрасной сохранности белоснежный фарфор сейчас я вам покажу его поближе великолепные букетики обратите внимание на рельеф на рисунок абсолютно нет никаких сколов чтобы меня вот не поправляли там что вот так неправильно читается неправильно сказали я вам сейчас покажу клеймо в книге какого года это клеймо и от какой мануфактуры на самом деле плюда очень конечно красивые шикарные и вот пожалуйста это оскар шаря 1909 1917 год как эту вещь не назвать уникальный потому что она уникальная потому что их осталось очень мало этих вещей поэтому я говорю что эта вещь уникальна так наверное буду убирать и показать вам следующие вещи следующая вещь у нас представитель от карла тильши это вот такой такая у меня тройка сахарница я не повторяю еще раз что картиш это мой фаворит портелан я очень люблю эту мануфактуру и когда я вижу ее я конечно стараюсь всегда купить хотя это не дешево в социальных магазинах такие вещи уже не купить это я точно знаю и могу сказать с уверенностью что таких вещей нету потому что сами продавцы покупают перепродают я не знаю в общем эти вещи не доходят по таким маленьким ценам через социальный магазин вот такой вот красавец и это у нас сейчас я вам покажу клеймо тридцать пятый год альтвассер сегодня у нас дождь очень пасмурно но вроде бы включила все подсветки поэтому думаю что видно хорошо далее у нас вот такие две красотки тоже состояние новой вещи очень красивое такое при приглушенный тон золото видно что это действительно старина и да это эденштайн данное клеймо ставил с 20 по 50 годы ну я повторяю что по дизайну всегда сразу можно определить ну примерно до какой период то есть 60 и 70 был абсолютно другой дизайн другие как больше такая абстрация простота да в предметах также и в мебели вот вы помните какой-то прям граница была резкая да то есть 50-е годы и потом ушло 60 70 то есть абсолютно можно определить также это все папа по фарфору сами вазы примерно где-то 25 сантиметров то есть немаленькие широкое горлышко очень-очень красивые так покажу вам статуэтки очень нравится вещь антикварные хочу чтобы поближе посмотрели рисунок и возможно пока я не говорю кто это призвать возможно вы уже сами догадаетесь уже по стилю смотрите яблоневый цвет и уже яблочки на общем очень все красиво вот вещь сразу когда держишь понимаю что ну вещь на самом деле уже старинная есть конечно и маленький небольшая потертость но это это нормально так переворачиваем и это у нас карль тиш тридцать пятый год хотя я считаю хуберт спорить со мной я считаю где-то читала что карте что ставил вот это год и здесь написано что это двадцать восьмой год хуберт уверяет что это тридцать пятый период более-менее понятен то есть двадцатые тридцатые годы очень легкий нереально красивый держать руках такую вещь просто наслаждение сегодня вещи будут просто я думаю что вы будете сражены этими вещами так ребята та-та-та-та барабанная дробь смотрите какой нереальной красоты у нас чайник к этому чайнику сахарница и две чашечки все что осталось от этого шедевра не побоюсь этого слова это шедевр очень легкий фарфор чашечки просвечивают невероятно легкий белоснежный фарфор слоновая кость белоснежного такой вот рисунок и вот так вот клейма на этом произведении искусства нет но хочу сказать что по почерку по стилю это карте лишь там стоит только нумерация пронумерованное изделие но хочу сказать что я читала и знаю что многие предметы на многие предметы причем не ставилась не ставились клейма ну по какой-то причине может быть это был второй сорт но нумерация стоит то есть не чисто белая донышко стоит нумерация то есть вот ну я просто уверена на сто процентов что это тоже карте посмотрите какая красота невозможно оторвать глаз очень тонкий фарфор очень легкий невероятно тонкие легкие обычно чайники как-то чувствуешь прям найти что тяжело нет великолепно посмотрите какая ручка как не назвать эту вещь уникальный да пока я буду убирать предмет за предметом вы что-то можете полюбоваться на оставшийся предмет потому что сегодня будут практически все вот такие вещи несказанно повезло три дня которые мы проездили приятное с полезным совмещали скажем так мы приобрели действительно красивые вещи вот одна из них вот такая балеринка но один пальчик на самом деле вы если вы видели эти пальчики они очень тонкие изящные как вообще они дошли до нашего времени здесь вот на ручке все в порядке а вот здесь один пальчик отсутствует такая вот красотка это дрестон стоит номер клеймо кружева как ни странно все абсолютно в целости это конечно я купила недавно сейчас я покажу эту фигурку но так как хозяин отправил посылку просто он завернул слегка ее продрачную пленочку и пустил свободное плавание по почте скажем так и естественно она целая но кружева пришло в негодность и я как могла заклеивала остатки сейчас я покажу вот эта фигурка вот надо ее зарабатывать но я повторяю что невозможно все склеить нереально вот это все рассыпалось на мелкие мелкие кусочки то есть уникальная вещь и уже конечно редко очень встречается это 50-е годы фигурка германия но вот с такими потерями хотя она была абсолютно абсолютно целая и пальчики это болезнь конечно вот крошевой и пальчики потому что очень тонкий фарфор ну к счастью вот эту фигурку когда ты забираешь ее сам естественно ты охраняешь ее смотрите на эти все целости и сохранности и это 1870 годы примерно ставилось такое клеймо по тысячу в семьсот девяносто пятый есть меня не ошибает память сейчас нету наклеечки которую хоберт писал вот такая вот красотка невероятно легкая моей коллекции уже есть две фигурки этого периода и этой мануфактуры я уж как-то показывала видео моей коллекции такая вот крошка вот это вот огромное блюдо по моему 30 или 32 сантиметра вот на такой красивой ножки цвет слоновой кости и это у нас томас я как-то говорила что эта компания мануфактура работала недолго выпускал очень хороший фарфор но потом она не смогла устоять на рынке и ее выкупила мануфактура розенталь я повторяю что изделия выпускались сейчас уже в ограниченном количестве если вы встретите томас то значит вещь это то что осталось скажем так то есть она работала маленький период вот такая вот красотка тоже состояние идеальное а вот второе такое блюдо сразу вам покажу чтобы уже рядом быть чтобы не тоже очень красивый букет и побольше цветов но без золото также вот на такой же ножки очень красивые и тоже от этой компании только период годов я думаю что вот эта чашечка постарше а может быть наоборот куберт еще одни наклеил он сейчас работает очень много над этим много читает изучает и на каждое изделие он старается прикрепить листочек с описанием какой-то год какая мануфактура в общем облегчает не труд ну теперь это его труд он так увлекся если он говорил что нет я еще буду работать наверное долго то теперь он говорит знаешь это увлечение забирает очень много времени опять на пенсию он может выйти через полтора года и я конечно буду рада потому что у хуберта очень больные колени спина он бывший спортсмен профессиональный если он идет на пенсию я буду очень рада потому что я конечно переживаю за его здоровье не безумно жалко когда он страдает с коленями ему очень тяжело и он конечно не показывает мужчина так сказать во всем он молодец ладно сейчас не о хуберте а вот таком прекрасно фарфоре к сожалению это чайник один но я думаю что этот чайник подходит вот скажем вот эти блюда вам сейчас показывал до перед этим были блюда и к сожалению цвет слоновой кости состояние шикарное и это тоже эденштайн просто я не знаю как это все сохранилось и также хочу сказать вот об этом чайнике но чайники чайник потерял конечно крышечку я обязательно обязательно подберу потому что вещь просто сумасшедшей красоты обычно как-то немецкие чайники всегда высокие как можно их кофейник и чайник вот здесь такой вот даже для заварки сеточка есть мария тереза назывался от назывался так сервис я так полагаю но вот вот такая красота только дошла так что у меня следующее давайте друзья пока уберу в сторонку чтобы это на самом деле приготовлено очень много фарфора и глаза разбегаются что взять наверное вот следующее блюдо будет вот это мне очень нравится дизайн когда вот так сделаны ручки небольшая потертость конечно есть она не маленькая такой цветочки все на месте очень мелкие красивые прям гирлянды и это тоже эденштайн так что у нас дальше наверное вот это блюдо очень большое и очень красивое рельефный рисунок по-моему тоже эденштайн просто нереальной красоты и второе блюдо если уже по цвету идти обращаться к этому цвету посмотрите какая прелесть тоже состояние идеальное и вот такая вот роскошная бомбоньерка она очень большая вот видите моя рука очень большая бомбоньерка такая больше даже на тюрину чем-то похожа но это бомбоньерка вот такие красавицы это я просто объединила один цвет конечно нереальной красоты наверное еще по цвету вот такая поменьше бомбоньерка тоже вся в золоте то что одинаковый цвет поэтому я хочу вам ее показать так следующее видео я надеюсь вас тоже не разочарует тоже будут вещи уникальные поэтому смотрите думаю что в какой-то период наверное через час примерно после этого видят видят следующее видео поэтому не прощаюсь всем мира и добра и пока пока пока